Выдворение российских дипломатов из Германии, которое случилось давече, позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране, именно в Германии. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление МИД Германии, которое приводит телеканал НТВ. Да, на самом деле важнейший аспект. Я предлагаю его очень детально сейчас обсудить с Николаем Маломужем, генералом армии Украины, руководителем службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов. Николай Григорьевич, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Скажите, пожалуйста, вот насколько важен вот это вот событие относительно выдворения дипломатов Российской Федерации с Германией. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, первое, нужно сказать, что дипломатические организации, в первую очередь посольства, консульства и международные центры России используются как резидентуры разведки. Они, соответственно, под прикрытием дипломатов. То есть это и советники посольства, старшие дипломаты, младшие, работают, конечно, офицеры разведки. Которые ведут активную работу по получению информации, свыше решение на власти страны, например, Германии, установить контакты с военными, с представителями бизнеса, особенно энергетического, лоббирование интересов и, конечно, создание массовых мероприятий против Украины. Мы видим, какие выступления были по 15 тысяч, по 7 тысяч в различных точках. Это, конечно, пророссийское лобби, на которое управляется резидентурой первых посольства. Поэтому очень важно, чтобы именно эти резидентские звенья и конкретных сотрудников от представителей резидентур убрать с посольства давно уже. Германия уже провела несколько этапов. Но, конечно, она, боясь того, что именно Россия будет принимать такие меры себя, то есть выдворять именно представители посольства Германии, оставала часть именно сотрудников там. Хотя подозревали, что они причастны к спецслужбам России. Но есть такая практика, что пока они не проводят активной враждебной деятельности, их не трогают. Но сейчас идет война. И поэтому Германия уже четко определилась. Нечего, компромиссы какие-то, чтобы посольствами работали офицеры СВР или ФСБ России. И эта ситуация, она устранит многие возможные каналы и давление на общество Германии. Это информационном плане, создание каких-то своих групп влияния в Германии. И тем более, получение развитой информации по различным источникам. Скажите, насколько развита вот эта агентурная сеть спецслужб Российской Федерации в Европе? Где еще она имеет наибольшее лобби? Я скажу кругом. Потому что Россия, именно дело ставку, еще союза они остались. Создание очень мощных агентурных позиций Европы. Они как бы считают, что Европа должна быть в оперативном плане подконтрольна. И группы влияния входят в правительство многих стран. Если мы говорим Германия сама, Франция есть лобби, Испания, Португалия. Я не говорю уже, Средняя Европа. Той же, как бы, очень мощный, работающий против уже сейчас агрессора Польша. И у них есть очень мощное резидентское звенье. Уже неоднократно они выдворяли дипломату. Но они манипулируют. Часть дипломатов еще остается глубоко законспирированных. Другая ситуация. Это создаются именно нелегальные резидентуры. Это уже не дипломаты. Но под предлогом, якобы, граждан со них, например, стран Германии, Польши, Франции, Испании, Италии. Особенно важно Греции, где их очень много. С другой стороны, это предприятие за счет международных организаций, которые размещаются на этих площадках, в этих странах. Бизнеса, конечно. Айтишников, корреспондентов. Те, которые могут свободно перемещаться по стране. Вербовать, установить контакты с нужными лицами. Особенно в сфере безопасности, политики, бизнеса, критических сферах. Особенно по новым технологиям. То, что именно сейчас России нужно. Но эта сеть создавалась десятки лет. Поэтому сейчас нужна большая, очень глубинная работа контрразведок стран по их выявлению. А по посольствам просто нужно их убрать, выдворить. Чтобы долго не разрабатывать. Потому что это будет долгий процесс. Их там фиксировать, когда они там проводят какие-то операции. Они залегают на определенное время, чтобы их не выявили. Поэтому есть хорошая схема. Именно четко им говорят, что они персона, нонграта. И на протяжении суток или двух они должны уехать с Германии или с другой страны Европы. Владимир Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот действительно то, что произошло в Германии с вашей помощью. Да, мы поняли, что это важнейший момент. Очень правильный, безусловно. Станет ли вот этот немецкий прецедент, назовем его так, неким триггером к тому, что многие европейские, да не только европейские страны будут поступать так же? Какие тут могут быть подводные камни? Ведь Российская Федерация, мы прекрасно знаем, как подло она действует. С какими проблемами столкнется цивилизованный мир в контексте выселения и избавления от тех самых российских спецслужб? Россия уже угрожает многим странам, в первую очередь Германии и другим странам, что выдворение, это будет не только обратная реакция. То есть они, как обычно, высылают такое количество дипломатов или даже больше с Российской Федерации. Как бы это понижение статуса отношений, это, конечно, прекращение многих политических и конструктивных операций, участие в международных организациях, комиссиях и сокращение критического бизнеса. Например, Россия спекулирует особенно на газе, нефте, титане, например, те, которые очень важны и для Европы, и даже для США, особенно для военно-промышленного комплекса стран Запада. Поэтому эти меры будут приниматься. Да, определенный ущерб будет и к странам Европы, но это война. Поэтому Европа ищет оперативно-альтернативные пути, она уже уходит от этих вариантов давления, и агентура часто уже неэффективна. Например, были очень мощные резидентские извинения лоббистов газа. Мы помним, Северный поток 1-2. Сейчас он отпал, и резидентура уже фактически в ситуации уже бездействует. То есть нужно будет лишать их возможности давления, выявлять их в различных структурах власти, это очень важно, и, конечно, создавать очень мощные модели их изоляции. Ничего страшного, Европа справится. Она имеет альтернативы по всему миру. Поэтому Россия не единственный источник энероресурсов или других средств. Россия ничего не сделает. У них остается только военная составляющая. Но на войне мы уже активно работаем на переднем крае, а Европа помогает. Это наша общая задача – победить врага. Поэтому никакие звенья, которые они создали, уже сейчас эффективно и сработают. Но западным странам многим нужно держать именно все под контролем. Я думаю, что все угрозы, которые они там высказывают, они сегодня уже как право пустую. Это угрозы слабого, которые не имеют уже позиций, они их теряют. Они боятся потерять оперативные позиции, поэтому и угрожают. Вот сколько не посылали, а уже высылали. И не только из Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, много. Ничего не состояло. Наоборот. И они освободились от сотрудников СВР и их агентуры. Николай, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. С нами был Николай Маламуз, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов. Спасибо.